Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень полезным лайфхаком по сушению грибов. Этот рецептик очень полезный, он всегда пригодится тогда, когда у вас после какого-то рецепта остаются остатки грибов. Они получаются очень легкие, замечательные, взять с собой какой-то поход. Также их можно восстановить для каких-то определенных рецептов, просто залив кипятком, либо использовать сразу по вашим рецептам. И из этих грибов я еще делаю ароматную грибную приправу, просто измельчив сушеные грибы в блендере. Получается просто такая грибная посыпка, очень ароматная, даже из обычных покупных шампиньонов, не говоря уже о каких-то лесных грибочках. У меня вот осталось несколько шампиньончиков, я их режу довольно тонко. Конечно же можно сушить и целыми грибочками, и даже нанизать их на ниточку, как собственно продают возле метро грибочки на ниточке людей. Но так они сохнут дольше, и мне не принципиально, чтобы они прям висели у меня на ниточке. Поэтому я использую быстрый способ и просто вот так вот раскладываю на пергаменте. Желательно именно пергамент или какая-то бумага, не тефлоновый или силиконовый коврик, иначе может чуть-чуть пристать. Грибы сохнут довольно быстро, устанавливаем температуру в духовке около 70 градусов, не больше. И если у вас конвекция, то конечно же включаем ее, либо если у вас газовая духовка, на самый минимум огонь. И приоткрываем духовку сантиметров на 5, и сушим до полного высыхания. Получаются вот такие вот тонюсенькие, либо полностью высушенные грибочки. Если вам нужно по рецепту их восстанавливать, чтобы нарезать в какой-либо рецепт, вы их заливаете кипятком, даете полчасика постоять, пускай немножечко наберутся влаги и станут мягкие. И затем можете их резать, допустим, если вам так нужно по рецепту. Вот этот вот бульон, который остается, он мега ароматный. Такие грибочки можно сразу варить и делать грибной суп. Он получается намного вкуснее и ароматнее, чем просто из обычных сразу сырых шампиньонов. Сушеные пахнут намного приятней. И точно так же любая грибная подливка, сметанная, сливочная, будет пахнуть намного круче из сушеных грибов. В общем, дальше используйте по рецепту, все очень просто, а главное нереально вкусно, а так просто кажется. Ставьте пальцы свои вверх, я буду очень рада любым комментариям и оценкам. А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok